МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считанные недели остаются до начала нового отопительного сезона. В прошлом году он стартовал в 20-х числах сентября. Совещание по подготовке к зимнему периоду объектов Сибири сегодня в Барнауле провел министр энергетики Александр Новак. Энергосистема края одна из самых сложных. У нас наибольшая протяженность электрических сетей. Тепловую энергию производят как предприятия большой энергетики, так и котельные. Пока неоднозначная ситуация остается в немецком селе Кусак, где в январе произошла крупная коммунальная авария. По словам жителей, ремонт котельной до сих пор не начат. А в Камни-на-Обиг зиме вообще практически не готовы. Денег на ремонт нет, так как депутаты не желают поднимать тарифы на тепло. По словам специалистов, существующий тариф нужно поднять минимум на тысячу рублей. Тем временем, глава Каменского района Федор Найдин отстранен от должности. В город будет направлена правительственная комиссия для мониторинга ситуации. Мы будем ситуацию сопровождать, связанную с тем, чтобы не потерять управляемость в Каменском районе в принципе. Эта комиссия должна будет жестко отследить и подготовку к зиме, поскольку сигналы о том, что могут быть какие-то нюансы, они идут. Всего на Алтае к зиме надо подготовить почти две тысячи котельных и почти три с половиной тысячи километров теплосетей. Пока готовность к отопительному сезону, по словам специалистов, составляет 75%. Продолжает пополняться запас топлива. По последним данным, на ТЭЦ с края поступило 923 тысячи тонн угля. Это в три раза больше положенных нормативов. Министр энергетики Александр Новак сегодня сообщил, что президентом поддержана программа модернизации теплоэлектростанций. Он назвал это решение историческим. Мы планируем кратчайшие сроки, чтобы эти документы, эти нормативные акты были приняты. С тем, чтобы в ноябре месяце уже провести конкурс примерно на 10 тысяч мегаватт модернизации мощностей. Первой и второй ценовой зоне в ноябре месяце на период поставки и модернизации 2022-2024 года. Темпы газификации в регионах страны недостаточны. Такую оценку дал президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Новосибирск. Он отметил, что больше внимания нужно уделять сельским территориям. В Алтайском крае главная причина того, что газ нельзя пустить сразу во все районы, это как раз большая территория. Как рассказали в региональном Минстрое, в этом году силы брошены на газификацию юго-запада региона. В случае положительного решения по строительству газопровода до села Ребриха, объем финансирования на газификацию превысит миллиард рублей. В целом, ежегодно на Алтае строится более 200 километров газовых сетей. Голубое топливо пришло уже в 124 тысячи домов. На все это потрачено более 20 миллиардов рублей. Около миллиарда рублей мы привлекаем на газификацию ежегодно. Я считаю, что темпы газификации в Алтайском крае очень высокие. Сегодня 80 населенных пунктов с природным газом, 4 города и 76 сельских населенных пунктов. Это очень хорошо. Темп обещают не сбавлять. Сейчас в крае ведется строительство 35 объектов. Среди них распределительные сети в селах Косихинского, Смоленского и Троицкого районов. Завершить планируют в 2019 году. А уже в четверг в сростках откроется новая модульная газовая котельная. После введения в строй всех 35 объектов природный газ получат жители 3,5 тысяч домов. Прессу попросили удалиться. Суд над 23-летней Марией Матузной, которую, напомним, обвиняют в экстремизме за картинки и мемы, размещенные в интернете, сегодня продолжился в закрытом режиме. Дело в том, что свидетельницы обвинения, которые должны были присутствовать на заседании в индустриальном суде, попросили допросить их именно так. Ходатайство от двух девушек представил прокурор. Желание общаться в отсутствии журналистов, свидетельницы на заявления, которых во многом основано обвинительное заключение, объяснили угрозами, якобы поступающими от Матузной. Также без прессы будет допрошен сотрудник полиции, участвовавший в следствии. Подробности сегодняшнего заседания мы расскажем в следующем выпуске наших новостей. Ну а очередное, как стало известно, состоится 11 сентября. Станет оно открытым или закрытым? Пока вопрос. Завтра краевые участковые избирательные комиссии начнут принимать заявления от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения. Напомним, отдать голос досрочно на этих губернаторских выборах нельзя, но благодаря механизму «мобильный избиратель» проголосовать можно не только по месту жительства, но и там, где в данный момент находится человек. Это удобно для тех, кто постоянно перемещается из-за учебы или работы. На сегодняшний день желание голосовать по месту нахождения изъявили почти 4000 человек. Они предоставили соответствующее заявление в многофункциональные центры и территориальные избирательные комиссии. А с завтрашнего дня такие заявления начнут принимать и все уики края. Уики не прекращают свою работу в этом направлении. Они также продолжают прием заявлений в общем режиме, если это удобно, избирателю до 5 сентября включительно, но дополнительно уже с завтрашнего дня по месту жительства избирателя, по месту его фактического нахождения к приему заявлений подключаются и все участковые избирательные комиссии Абутайского края. Ну и добавлю, что уики принимать заявления будут дольше, вплоть до 8 сентября. Аномалия или вполне объяснимое явление. В квартиры барнаульцев начали проникать летучие мыши. Какую опасность они представляют и почему потянулись к людям? Об этом в нашем сюжете. Ну как вот это маленькое существо можно бояться? Если вы не любите нежданных гостей, особенно по вечерам, то закрывайте окна. И неважно, на каком этаже вы живете, в каком районе Барнаула. Летучие мыши были замечены на улице Ускова, Надокучаева, Северо-Западной и не только. Ирину Савину прошлой ночью разбудил странный шорох на балконе. Когда девушка вышла посмотреть, что там происходит, увидела кота, который играл с летучей мышью. Я испугалась, потому что мышь так странно шипела. Вот мы взяли баночку, посадили ее туда и выпустили. Кот ее не поранил? Поранил, крыло порвал чуть-чуть. Скорее всего, это была маленькая летучая мышь, поскольку взрослые особи стараются держаться подальше от людей. Они прячутся в лесах, парках и на садовых участках. Так почему же барнаульцам кажется, что мыши заполонили город? По словам специалистов, август, начало сентября – то время, когда рукокрылые перебираются к местам зимовки. Как правило, это предгорье Алтая. Летучие мыши у нас пролетом и бояться их не стоит. Все виды рукокрылых у нас внесены в Красную книгу Алтайского края. Основная часть может как малоизученные виды. Поэтому не стоит вредить редким животным, нуждающимся в охране. И, кроме того, это противозаконно. Летучие мыши кусаются, впрочем, как большинство живых существ. Однако поранить кожу человека может только взрослая особь, говорит Дмитрий Рыжков. По его словам, рукокрылые могут быть переносчиками инфекционных болезней, в том числе бешенства. Но для человека угроза заболеть минимальная. Специалистами доказана, мышь, которая действительно заражена, не в состоянии даже летать. Так что, если в вашей квартире оказался такой вот нежданный гость, пусть немного погреется, а после отпустите его на волю. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Продолжим. Более 80% пешеходных переходов вблизи школ и детских садов Алтайского края прошли проверку на безопасность. Всего активисты Общероссийского народного фронта проконтролируют качество 169 дорожных объектов, по которым ежедневно проходят тысячи детей. По каким критериям оценивают так называемые зебры, расскажет Ирина Корчагина. Вот как мы видим, показатель 619 единиц, при необходимых параметрах не менее 300. Норматив по яркости превышен наполовину, и это хорошо. Когда придет время менять дорожный знак, дети из этого садика пойдут уже в седьмой класс. В Первомайском районе сегодня проверили качество и безопасность пешеходных переходов вблизи учебных учреждений. На каждом измеряют корректность размещенных знаков, уровень освещения и не только. Есть специальное оборудование, ретро-рефлектометры, которые показывают нам нормативные показатели по разметке и, соответственно, по световозврату на дорожных знаках, по яркости краски и по количеству наличия стеклошариков. По данным ГИБДД, в 2017 году в крае под колеса автомобилей попали более 50 школьников. В этом уже 29. Один скончался на месте происшествия. На улице Малахова в Барнауле. Это случилось в июле. 14-летний подросток в темное время суток переходил дорогу по пешеходному переходу. Между прочим, почти все инциденты происходят именно на Зебре. Поэтому вблизи школы необходима особая защита. Например, в 2019 году барьерное ограждение планируют установить более чем у 150 объектов. Кстати, из тех, которые накануне нового учебного года уже проверили, почти все соответствуют ГОСТу. Где-то нужно будет просто, мы обратили внимание, знак развернуть. То есть где-то, вот мы когда подъезжали на этом объекте, нужно будет знак искусственной дорожной неровности заменить. Ну то есть они достаточно, действительно незначительные, не влияют на безопасность дорожного движения. Поток машин и погодные условия сильно изнашивают покрытия. Находятся и вандалы, которые портят знаки. Поэтому покрыть разметку краской перед новым учебным годом мало, говорят дорожники. За безопасностью пешеходного перехода, от которого зависит жизнь тысяч детей, нужно следить постоянно. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости. Продолжение следует... Движные офисы, оснащенные всем необходимым для автономной работы. Отображение информации осуществляется либо на планшете, в лошадном компьютере, либо на экране защищенного смартфона. То есть благодаря этой системе очень легко залезть в труднодоступные места. Имеются штанги различной длины. В зависимости от поставленных задач, видеокамеры могут устанавливаться на любую из этих штанг. Задача мобильных групп – предотвратить ввоз на территорию России санкционной продукции, а также товаров, в отношении которых Казахстан применяет более низкие ставки ввозных таможенных пошлин. По сравнению с принятыми в Евразийском экономическом союзе. За 7 месяцев 2018 года мобильными группами сибирского таможенного управления было проверено более 100 тысяч транспортных средств. Более 180 тысяч тонн груза. При этом возвращено в республику Казахстан 984 транспортных средств. Основная часть возвращенных товаров – это плодо-овощная продукция и товары народного потребления. Часть уже была уничтожена. Это куриная окорочка, груши, грецкие орехи, яблоки и другие продукты питания. Пока в крае действует лишь один такой комплекс. Но и он, уверены таможенники, позволит в ближайшее время значительно повысить эффективность работы пограничников. Илья Кочетков, Елена Аренкина, Геннадий Лабзин. Наши новости. Рев моторов и клубы дыма. На Алтае прошли сразу два гоночных кубка Алтайского и впервые в истории края федерального значения. На аэродром в Панфилово Калманского района съехалось больше 60 спортсменов из разных городов Сибири. 172 заезда. Увозить главный кубок из края не пришлось. Анастасия Дороган продолжит. Нет дыма без скорости. Пилоты вмиг разгоняют свое авто за 200 км в час. Это спорт на счету тысячной доли секунды. Трасса всего 402 метра. Успи или проиграй. Кубок Алтаи впервые в истории края кубок российской автофедерации по дрэк-рейсингу. В этот день важно было все. И круто проехать, и проехать в принципе. Сегодня прям классный зацеп. Я вот давно не видел, чтобы кардан у автомобиля сворачивал пополам и рвало его как мороженку пополам. Вот этого давно не было. А вот и выбывшие его починят к следующим гонкам. Да и если бы не сломался, все равно бы прошел ремонт. В такого рода стартах это процесс постоянный, особенно для пилотов с амбициями. Ведь если в Кубке края разбивка на классы гонок посекундная, и участвовать в нем могут разные авто, то федеральный статус делят участников под техническим требованиям. Именитый спортсмен Владимир Виль свою восьмерку перебрал полностью. Корпус вазовский. На внутренности все сделаны спортивные тормаши. Секвентальная, кулачковая стоит. То есть передача переключается, ну, как говорится, просто вперед и назад, как на мотоцикле. То есть для быстрого переключения. Дракрейсинг – это, так сказать, не только битва пилотов, механиков, но и битва бюджетов. То есть закладываются огромные суммы денег в постройке автомобилей. Владислав на звание быстрейшего не претендует. Для его команды гонки – это хобби и демонстрация умений. Мужчины владеют автосервисом. У своего Субару поменял лишь прошивку и ездит на нем в обычной жизни. Тут работает кондиционер, тут есть музыка. На трассе музыку включаете? Да. Под какую гоняете? Макс Корж, малый, повзрослел. Повзрослели и участники, особенно победители. Они побили личные рекорды. Так Кубокрая взял новосибирец Александр Ридель, а Кубокрая – в Барнауле Сергей Мудрик. При средней скорости преодоления полосы в 12 секунд он проехал за 9,3. Организаторы надеются, что уровень проведения гонок подарит им шанс провести кубки и в следующем году. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. И в завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черника Форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края ясно и без осадков. В Тальменке – рубцовские камни на Аби – 18 выше 0, 20 – в Олейске и Заринске, в Бийске – 21 со знаком «плюс». В Барнауле ясно, но ветер северный умеренный. В ночное время – 11 выше 0, днем – 21 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Мой прадед Смирных Сергей Григорьевич был честный и справедливый человек. Добровольцем на фронт не был, поскольку в тылу оставалась жена и пятеро детей. Однако долг родине он превыше всего. И поэтому в конце июля 1941 года он был мобилизован на фронт. Воевал на Карельском фронте в качестве командира пулеметного расчета. По рассказам прадеда, Карельский фронт был самый большой по протяженности. Спали в землянках, ели на снегу. По рассказам деда, он родился в рубашке. Несколько раз он был на волосок от смерти. Одна из таких ситуаций произошла, когда происходило отступление войск фашистской Германии. Со слов деда. После сражения мы отправились в блиндаж. Я шел первый. Кто-то из ребят крикнул мне, смирных, стой. Я остановился. Оказывается, у моих ног находилась гранатная растяжка. Дед считает, что остался жив благодаря молитвам его жены Надежды Васильевны. Вернулся дед с войны в октябре 1945 года. Когда он уходил на фронт, его младшему сыну Василию было пять лет. Возвращаясь с войны, дед ехал по деревне и увидел мальчика, очень похожего на своего сына. Он остановился и спросил у него, знаешь меня? А тот ответил, знаю, папака. Это и был его сын Василий. Редактор субтитров А.Семкин